Когда мне было 10 лет, моя мать, которая меня очень любила, и продолжает любить, записала меня в танцы. Это было тяжелейшее событие в моей жизни. В бальные танцы. Ча-ча-ча, джайв, вальс, румба, самбо. Лучше мама меня записала в дзюдо. Так было бы более перспективно? Более перспективно, потому что воспоминания об этих трех годах, проведенных в преимущественно женском коллективе, у меня остались достаточно тяжелые. Наверное, это связано с тем, что нужно было регулярно что-то физически делать, вообще упражняться, что мне никогда не нравилось. Скажу вам по секрету, отношение к физическому труду не поменялось совсем. Поэтому он соглашается ездить на свою дачу, которая находится по дороге по Усть-Куртинговскому шоссе, исключительно в качестве водителя. Вот... Ча-ча, джаз модерн, это довольно недавно появившееся понятие, ну так абстрактно я говорю. Чем отличается это от других направлений? То, что именно в джаз модерне ты можешь открыться. То есть ты можешь изобразить любое свое чувство, начиная от грусти, печали, заканчивая бесконечным счастьем и так далее. В джаз модерне нету рамок. Комбинация у нас будет очень лирическая и скорее мы должны будем ее прочувствовать, нежели чем правильно сделать. Сейчас вначале я вам даю волю, вы будете должны немножко проимпровизировать. То есть мы делаем акцент и дальше протягиваем это движение. Следующее. Раз. Протягиваем. Протягиваем любое движение. Джаз модерн бывает как групповым, так и сольным танцем. Очень много девушек и парней, которые танцуют сольные танцы. И это смотрится не менее завораживающе и шикарно, чем когда танцует группа. Я пытаюсь разговаривать со своими ученицами на равных. То есть я себя не ставлю выше. Я понимаю, что они младше меня и то, что у них намного меньше опыта за спиной. А у них вот складываются какие-то такие женские коллективы, всегда своеобразные отношения. Кто-то с кем-то дружит, кто-то с кем-то конфликтует. Это как-то сказывается на общей работе в коллективе? Это всегда сказывается на общей работе в коллективе. К счастью, пока в своем коллективе я не наблюдаю никаких отклонений в плохую сторону. Ну даже не на дискотеке, а в повседневной жизни они помогают и чувствуют себя более уверенно в повседневной жизни. Не то, что на танцполе. Для меня танец – это отдых от учебы. Когда я занимался бальными танцами, это было очень давно и неправда, тогда мальчики танцевали с девочками. Румбу, ча-ча-ча, вальс. Как вам танцуются без мальчиков? Я привыкла отлично танцуются без мальчиков. Я не представляю, как танцевать с мальчиком. 90 градусов, колено выше. То есть не вот так. Вот. Стопа сокращенная. Руки в это время работают мягко наверх. А парни что же танцуют? Джаз Мадур. Парни тоже танцуют Джаз Мадур. К сожалению, в Саратове не находятся парни, которые танцуют Джаз Мадур. Но, возможно... Да, я как раз современник и джаза, и модерна. 30-е годы 20-го века. Как раз пришлось бы мое становление как личности. Я рассмотрю ваше предложение. Я обязательно, может быть, примкну. Джаз Мадур как танец требует большой подготовки. То есть ты должен быть растянут, садиться на шпагаты. У тебя должна быть классика за спиной. То есть все строится на классике. Играет музыка. Продолжение следует...